Я переписываюсь с мужчиной, он находится сейчас в Америке, мы с самого Натюдова. Мы переписываемся плотно. Я чувствую, что это мой человек, я чувствую, что это мой будущий муж. Но у нас честно дружеская переписка, мы общаемся на духовные темы. Но то, что к женщине интересны, я слишком его не вижу. Но то, что мы общаемся плотно, я думаю, все равно интересны. Вы должны понять, что если мужчина хочет жениться, он прямо конкретно так и настроен. Если мужчина хочет общаться, он так и настроен. Не надо думать, что если мужчина хочет одно, то он вдруг потом резко захочет что-то другое. Когда мужчина хочет жениться, он вполне конкретно на это настроен, это видно. Когда мужчина хочет секса и потом перенастраиваться на женитьбу, это тоже нормально. Но когда мужчина ведет философские беседы с женщиной, чтобы он потом перенастраивался на женитьбу, маловероятно. Ну, он просто ищет себя. Просто он сейчас в Америке находится для того, чтобы как бы себя опознать. Он получается, когда здесь жив, он чувствует, что покрывается мухом, а там он развивается. Он ищет идти себя. Вот первая его задача. Мы говорили про это, что второе, ну, первое, это как бы себя найти, а потом уже женитьба. Поэтому не идет речь про женитьбу. Он говорит, я не созрел для этого. Ну, пошли. Ну, зачем вы ему ждать его? Вы чего силы вкладываете? Ну, женщина это сила. То есть она куда вложит силу, туда и пойдет. Она как река, как сила. Вот, допустим, стоит столб. Он не двигается никак, а его надо с собой вовлечь, чтобы он поплыл, а он весь врос в землю. И чего его размывать? Может, сто лет размывать будете. Надо найти... Я тоже стала уже потом думать. Да зачем вкладывать силы, если он столб стоит и пусть стоит? Зачем вам это надо? Одна девушка пришла ко мне, говорит, у меня муж решил, ну, как бы, мой близкий парень, мы с ним дружили, но решил стать монахом. Я его сильно люблю. Может, я его подожду, когда он передумает. Потом он ко мне пришел на консультацию. Я смотрю, у него четыре года по судьбе вот жизни в Ведическом монастыре, как минимум. Ну, смотрите девушке, как настроено. Она говорит, я буду ждать его. Я говорю, будете ждать четыре года? Она говорит, а что, надо четыре года будет ждать? Я говорю, а может быть, больше, а потом, когда четыре года пройдет, вы уже станете старше, а он станет мудрее. Это значит, что он будет красивее вас. И он, может быть, захочет другую девушку себе получше, не такую, как вы. И она такая, она так сильно, настойчиво сначала говорила, что она будет его ждать. А потом такая послушала меня, говорит, ну, тогда я не буду ждать его ждать. Я говорю, ну, так вот, в этом и смысл. Да только так кажется, что я сильно хочу вот этого ждать. Прямо вот так кажется очень, сильно хочу этого ждать. А на самом деле, вы хотите просто замуж, и все. И нет такого, что вы хотите именно этого. Вы хотите того, кого Бог даст, вот и все. Как с любой женщиной. А если вы начинаете капризничать, хочу этого, это очень неблагоприятно. Потому что, ну, благоприятно как, женщины? Когда вот вы всем открыты, пожалуйста, кто хочет, тот берет замуж. Я всем открыты. И какой-то человек начинает обиваться. Вы его держите на расстоянии, не влюбляться в него ни в коем случае. Держать на расстоянии, симпатизировать ему. Он пусть влюбляется. Это очень благоприятно. Но если женщина начинает сама влюбляться, а человек говорит, я философски настроен. Я буду развиваться. И потом когда-нибудь женюсь. Возможно, он тебе отлично. Ну, я просто почему так подумала. На самом деле, как бы мне 37 лет, я не замуж, никогда не была. Но у меня, в принципе, не было желания с головы ходить замуж. Ну, вот, видите, это ваша проблема, значит. Надо, чтобы было желание. Ну, как бы, нет было подходящего человека. Я просто думала, что зачем-то я буду говорить. Но здесь, например, когда мы начали с ним общаться, я вижу, что человек такой же, как и я. Внутренне не так. Нет, неправильное мышление. Бог дает мужика, какого даст, такого даст. Из них надо, вот кого Бог, кто ухаживает, надо выбирать уже. Может быть, это будет такой же, как я. Может, не такой же. Как определить, что Бог дал человеку? Есть только один критерий. Вот критерии. Значит, Бог дал человеку. А если он, ну, я не знаю, как бы, я философ по природе. Я буду думать, мечтать, размышлять. Лет через 20, возможно, сделаю предложение, когда у тебя будет климакс. Это же глупо, ждать человека, которому ты не нужна. Женщина должна быть нужна. Она, это самое дорогое на земле, это женщина. Все говорят, дорогая моя. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на другом берегу. Дорогая моя, поцелуй, ты крепче, сынишку. Знай, что я от беды вас всегда сберегу. Вот это отношение к женщине, понимаете? А что это за отношение этого человека к вам? Чего вы ждете и кого? Хотите замуж? Пускай Бог даст человек, который будет вас уважать, как женщину. Добиваться, ценить. Тогда вы будете счастливы с этим человеком. А что вы ждете? Под лежачий камень вода не течет. Ваша вода не течет под него. Оставьте его в покое. Не ваш человек. У вас неправильное мышление. Бог дает человека. Год-два назад вам Бог дал человека. Он ухаживал за вами, заботился, ждал. Но он был не такой, как вы хотите. Поэтому вы отказались от него. Так ведь было дело? Было такое? А? Че? Че слишком? Много внимания? Выматывал? Внимание хотел постоянно. Любил, потому что надо было немножко остудить его, и все. И замуж выходил. А? Не ваш? Почему не ваш? Кто решает? Ваш или не ваш? Бог решает. Я сам расскажу одну историю. Смотрите, в молодом возрасте люди, так как они глупые еще, и у них очень сильная энергия любви, они, ну, как бы влюбляются легко. Легко создают отношения. Потом видят противоречия, терпят, надеются на что-то. Так постепенно привыкают друг к другу. Чем старше люди, тем они меньше энергии любви, и больше у них уже желание иметь человека. Оно сильно возрастает. И это желание перетягивает любовь на себя. Поэтому в более зрелом возрасте, если тебя человек любит, он тебя выматывает. Не мой человек, выматывает меня. Если меня любит. А если я его люблю, то он на меня не обращает внимания. Поэтому единственный выход в возрасте, уже когда в возрасте ближе к сорока, если человек хочет жениться, он должен принять человека, который его любит. Несмотря на то, что он как бы не сильно нравится. Надо принять этот факт, пожертвовать себя. И тогда ты получишь человека. Но если ты не хочешь жертвовать, не получишь. Вы же одна все время. То есть, или ты жертвуешь себя, человек любит, ты жертвуешь. Ты хотя не любишь сама. Если ты хочешь сама любить, он тебя не будет любить. Значит, люди обычно, если их любят, они отказываются. Зачем мне это надо? Я хочу сама любить. Значит, он не будет любить. Выхода нет. Единственный выход – это пожертвовать себя человеку. Вот любит тебя, и вы к нему привыкаете, заботитесь о нем, постепенно узнаете его глубину. Каждый человек глубокий по своей природе. И так вы сможете выйти замуж. По-другому нет. Вы не сможете влюбиться в кого-то, и чтобы он взаимно вас любил. У вас нет такого в судьбе. Нет. Вот вы, вас любит человек, вы принимаете. А сколько можно думать-то уже сколько раз? Уже человек пять, наверное, влюблялся, и вы их отшивали. Сколько ждать-то вы будете еще? Сколько вам надо еще, ну, как бы, раз в Бог, чтобы он вам дал человека, чтобы вы поняли, что у вас нет по-другому вариантов в вашей жизни? Вы в прошлой жизни два раза жестоко бросили человека, и за это сейчас так наказаны. Или вы принимаете человека, который вас любит, или вы вообще остаетесь одна? Перестаньте быть гордой. Правда, она сначала имеет горький вкус, а потом сладкий. Ах, это свадьба, свадьба, фея, и плясала. Поймите свою судьбу просто. Вам, чтобы понять свою судьбу, сколько надо раз? Вот судьба показала пару раз, вот она такая. Зачем дальше экспериментировать? Будьте осторожны со своей судьбой. Не надо слишком долго ждать того, чего не бывает. Часто люди мечтают о чем-то, чего не существует в этом мире вообще. Надо смотреть на свою судьбу, на что она тебе дает, то и дает. Часто люди получают свою судьбу и вообще бунтуют, не хотят принимать. Надо прощать, принимать, терпеть. Вот твоя судьба сама такая упрямая, получаешь упрямого человека. Мучайся, терпи. Чего ждать еще? Переборола свой характер, счастье получила. Вот так человек должен жить. А? Надо ставить условия. Вы должны понять, чего вы хотите. Хотите переписываться? Переписывайте всю жизнь. А он замуж возьмет другую. Не вас. Он вас замуж никогда не возьмет. Вы с ним переписываться будете, а он возьмет замуж другую. Я даже могу сказать, когда примерно. Это через год. Можете проэкспериментировать. Если не хотите, ставьте условия. Или замуж, или до свидания. Вот это правильная позиция для любой женщины. Потому что вы именно этого хотите. Не обманывайте себя. Вы не хотите с ним философских бесед. Философские беседы можно вести с девушкой какой-нибудь. Зачем с мужчиной вести философские беседы? Все будет хорошо. Я вижу вашу хорошую судьбу. Я вам немножко прооперировал сердце. Сейчас оно будет нормально жить. У меня хирургический подход похож. Иногда.